Было заявление Зеленского о том, что правление Путина началось с подводной лодки Курске, закончится Курском, да? Я обращаю ваше внимание на то, что Соединенные Штаты Америки не способны проводить такие параллельки. Глобальный Запад сделал эту операцию исключительно с точки зрения военной цели вынудить Россию применить тактическое ядерное оружие. Я все-таки настаиваю на том, что интеллектуальный центр находится в Лондоне. Насколько я наблюдал, позиция Лукашенко очень твердая, жесткая и неизменная. Мы союзное государство, мы идем вместе. Сейчас задача глобального Запада подорвать приобретение и усиление суверенитета вот по этой ости – Тегеран, Москва, Пекин. Точка невозврата пройдена, господа. Я считаю, что платой за атаку на Курдик будет Харьков. Добрый день, Сергей. Здравствуйте. Начну с вопроса о ситуации непосредственно внутри Молдовы. Молдовы в преддверии электоральных событий, выборы президента в октябре и одновременно референдум о евроинтеграции. Вспоминается, говорит, опыт Украины опять же, но не знаю, насколько он учтен, учитывается или будет учитываться в Молдове. Ну, ситуация в Молдове, она, в принципе, абсолютно статична, как постсоветская республика в статусе западной колонии. Здесь, в принципе, что неизменно. А вот эти вот там… То, что пытается там кто-то копошиться и создавать видимость какой-то политической борьбы, ну, знаете, как, во-первых, в колонии нет политического процесса, и, во-вторых, в колонии нет политика. Надо исходить из этой аксиомы. Все остальное – это производные вот этих двух утверждений. Как надо понимать, да, что, по сути, кандидаты прекрасно понимают, что президентами здесь не избирают, а назначают. И все остальное – это такой, скажем так, имитация процесса, имитация бурной деятельности с целью для кого-то денег заработать, для кого-то себя показать. Но по факту каких-то серьезных, какой-то серьезной дискуссии о смыслах, о будущем, еще чего-то, он полностью отсутствует. Да и уровень самих кандидатов в президенты, ну, скажем так, еще ниже, чем уровень молдавской экономики. Ну, вот вы говорите, не избирают, а назначают. Ну, а кто тогда эти, ну, не знаю, фамилии, наверное, сложно будет назвать, но кто эти силы, которые управляют процессом Молдови? У нас за последние два года директор МИ-6 Ричард Муллур был в Молдове больше раз, чем за предыдущие 31 год. Директора МИ-6 заезжали сюда за два года, сложно понимать. Разумеется, интеллектуальный центр, он был и остается в Лондоне, а политически в Вашингтоне ничего не меняется. Про Европейский Союз я не говорю осознанно, потому что полное отсутствие субъектности Брюсселя, оно, кажется, уже у всех политически мыслящих людей не вызывает вопросов. Это как бы must be, должно это восприниматься как должное. Брюссель воспринимается как продолжение глобального Запада, но без собственного мнения и без права принятия каких-то аутентичных решений. Но Ваш прогноз каков? Действующий президент сохранил свой пост? И самое главное, вот этот референдум по евроинтеграции, на Ваш взгляд, чем закончится? Хорошо, давайте я отвечу по-молдавски. С конца не подойдем к началу вашего вопроса. Во-первых, нужно понимать, что Молдова никогда не будет страной-членом Европейского Союза. Точно так же тут волей-неволей вспоминается история с Виктором Степановичем Черномырдином, его бытность послом на Украине. А журналист, девушка из Украины задала ему вопрос. Скажите, Виктор Степанович, Украина будет в Европейском Союзе? Говорит, да, обязательно. Говорит, а когда? Но она воспряла духом посол России. Он говорит, сразу после Турции. Говорит, а Турция когда? Говорит, а Турция никогда. Вот мы сразу после Украины с Турцией. Я много раз объяснял людям, которые далеки от нашего региона. Нужно понимать, что если отсутствуют двухсторонние дискуссии, они отсутствуют, потому что Молдова идет в пакете с Украиной. А Украина идет в пакете с Молдовой. Соответственно, поствоенная Украина, если вдруг начнет предъявлять претензии Брюсселю о торможении процесса присоединения Украины к Европейскому Союзу, будут пинать на Молдову. Посмотрите, ваши соседи не выполняют там 1, 2, 3, 5, 10, 50 требований. То же самое, что касается с Молдовой. Как только в Молдове будет появляться голоса, что все это авантюра, которая никогда не будет, как и дорога к коммунизму обречена на провал, будут говорить, ну какие же вы бездушные, у вас вот страна, в поствоенный пьют ваши соседи, а вы вот требуете. Эгоизм правит вами. То есть нужно понимать, что это чистой воды геополитическая афера, не авантюра, а афера, которая никогда не приведет к каким-либо качественным изменениям. Да, формально будет много, много конференций, много встреч, как вот это европейское политическое сообщество, которое создано при Макроне, по его инициативе, которое ни к чему не приводит. Это такой между собой, люди устраивают кофе-брейк, встречаются, живут в хороших отелях, кушают вкусную еду, и на этом как бы весь результат этих сборищ заканчивается. Значит, что касается самого референдума. Ну тут нужно понимать, что это не совсем референдум по евроинтеграции, они пытаются сформулировать его как право власти менять конституцию. Вот тут очень важно менять конституцию с целью европейской интеграции Республики Молдова. Я напоминаю опять же обывателям, что так сложилось, что крайние 8-10, 8 точно членов Европейского Союза до того, как стать членами Европейского Союза, стали членами НАТО. И вот тут изменение конституции, оно довольно как бы... Даже европейские чиновники говорят, что этот референдум для того смысла. Идеальный вариант – это чтобы он не состоялся, чтобы его бойкотировали. Это поставит под вопрос сам легитимность тех политических сил, которые выступают за европейскую интеграцию. А это 90% всех политических сил Республики Молдова. Нужно понимать, что цифра в 90 даже на треть не соответствует количеству населения, которое их поддерживает. Просто создаются так называемые клоны, которые идут спойлерами для нужных политических сил. На самом деле за ними ничего нет. По сути, в Молдове вообще отсутствует обсуждение каких-либо альтернатив. Например, дорога к движению ВИКС, допустим, или укрепление связи с СНГ. Наоборот, мы рвем с задружественным независимым государством. Разумеется, его эффективность ставится под большой вопрос на сегодняшний момент. Но нужно понимать те тяжелейшие 30 лет после постсоветской эпохи, что происходило и какой грабеж происходил на постсоветском пространстве. Тут не до укрепления институтов было. Тут как бы выжить. А что касается выборов президента, на Запад свою ставку сделал. Сделал ее однозначно, безапелляционно. Это действующий президент Майя Санду. И я более чем убежден, что вне зависимости от тех опций, которые еще будут предложены, ставки сделаны, господа. Но поскольку Молдова находится в прямой колониальной зависимости от глобального Запада, то как бы рассчитывать на то, что голоса могут пойти и быть взяты в расчет против включения принятых в Вашингтоне и в Лондоне, мне кажется, это либо очень наивно, либо слишком чрезмерно оптимистично. Но эти изменения в Конституцию, о которых может идти речь на референдуме, я правильно понимаю, они позволят в дальнейшем проще, что ли, принимать решение о вступлении в НАТО, если такое понадобится. Или для НАТО упростить задачу по принятию Молдовы или оказанию какой-то помощи. Как автор книги по нейтралитету, я могу сказать, что у НАТО и в планах нет какого-либо рассмотрения вероятности даже принятия Молдовы в НАТО. А вот использовать Молдову в интересах Североатлантического альянса в конкретный исторический период, с конкретными геополитическими целями, в качестве, скажем так, какого-то источника политического напряжения, но с точки зрения военного нужно понимать, Молдова — это не ноль, это минус 10. И что бы ни заявлял президент, еще кто-то, и неважно, как зовут президента, военный потенциал Республики Молдова, он отсутствует как таковой. Вне зависимости от того, сколько ржавых БТРов Запада сюда завезут. Да, потому что, ну, вот Молдова — это страна с хорошими людьми, трудоспособными, гостеприимными, но это не страна воинов, и это надо понимать. У них нет идеологической основы. Что касается самих властей, ну, нужно понимать, что никто за 33 года у нас не было ни одной власти, которая бы связывала свою жизнь, жить своих детей, внуков с той страной, которую они грабят. Поэтому, соответственно, если сегодня есть запрос на них со стороны НАТО об использовании Молдовы, и, соответственно, что будет им гарактировать довольно неплохую жизнь им, членов их семей на Западе, разумеется, они будут этого делать, они будут все это исполнять без того, чтобы задавать лишние вопросы. Ну, мы видели, как это происходит на Украине, мы видели, где потом оказываются бывший премьер-министр Ейциньки и прочие, да, ну, как бы свежо питание, не будем, опять же, далеко ходить, потому что мы сейчас закопаемся. Я почему спрашиваю, Сергей, потому что, ну, с момента развала Советского Союза, ну, там гораздо раньше, конечно, и длиннейшая эта история, и дольше эта история, но мы видели, как Украину готовили, как анти-Россию. То, что сейчас происходит в Молдове, понятно, что вы говорите, что директор МИ-6 столько в жизни не приезжал в эту маленькую страну, сколько за этот год, да, не просто ж так, он не чаю попить, или вкусного молдавского вина приезжал, правильно? Соответственно, тоже какие-то планы у британцев и американцев или вместе, они на Молдову есть, вот какие бы понять? Ну, планы на самом деле очень простые, у нас же есть Приднестровье, да, и у нас есть возможность эскалаться именно по Приднестровью, по границе левого берега и, соответственно, Украине. И, разумеется, это может использоваться в качестве определенного рычага давления на этапе подготовки мирных переговоров по Украине. Еще раз говорю, Молдова будет использоваться в роли полезного идиота, на которого особых стратегических планов быть не может. Ну, давайте будем честны, 30 тысяч квадратных километров, это меньше, чем Одесская область, и поэтому предавать, я очень люблю свою родину, но при всем при этом нужно понимать, где ты живешь и что из себя представляет. В данном геополитическом контексте, когда происходит формирование глобального Востока, Евразия, Ближний Восток, вот этот вот отрезок в 30 тысяч километров, ну, придавать ему особой значимости, ну, это, мне кажется, чрезмерно, он не соответствует. А разговоров о Молдове намного больше, чем внутреннего содержания и роли Молдовы во всех этих процессах. Может быть, но понимать, разбираться хочется, что же на самом деле. Да. Ведь в чем, да. Ведь, простите, военные хранилища и военные склады, которые до сих пор, насколько я понимаю, охраняют российские, вооруженные силы. А в Приднестровье они ведь как сохранялись, сохраняются и будут сохраняться, и никто их пока, ну, в общем, я думаю, скорее всего, никто не знает, что с ними делать. Это нереально просто, во-первых, потому что их вывоз является очень опасным в результате того, что почти все уже пришли свой срок хранения. А что касается утилизации, для этого нужны определенные мощности, которые, скажем так, в данном историческом контексте, когда идет и противостояние Запада России на территорию Украины и не только на территорию Украины, все это, разумеется, занимается в конце списка. И, разумеется, все здравомыслящие люди понимают, что никто не даст Западу или прозападным силам дорваться к этим складам, которые все-таки склады западной группы войск. И складирование происходило после вывода из ГДР нашей группы войск. И не только, Поэтому там огромное количество вооружений, и нужно понимать, что там все давно заминировано по непроверенной информации. А если там взорвется, то детонация будет такая, что мало не покажется никому, ни в Кишиневе, ни в Одессе. Это надо понимать. Поэтому, скорее всего, что еще раз говорю, это будет использоваться в качестве возможно, будет использоваться в качестве аргумента. Ну и плюс, посмотрите, кто занимается русофобией. Страны Лимитровы. Прибалтика, Литва, Эстония, Латвия, Молдова. То есть страны с полностью разрушенной экономикой, погрязшие в демографическом кризисе, где у власти находятся откровенные абсолютные ставленники Запада, которые не скрывают этого. Мне кажется, довольно смешно, когда Тады Кайя Калос или Майя Санду делают антироссийские заявления странные, которые тяжело найти на карте, если не знают, где это находится. Одновременно с этим делают громкие геополитические заявления против ядерной сверхдержавы. По мне, так это когнитивный диссонанс. Басню Крылова Слон и Моська никто не отменял. Правда, они люди не очень образованные. А что думаете по поводу того, что происходит сейчас в Курской области? Очень много точек зрения. Кто-то говорит, что это агония в общем-то уже киевского режима. Кто-то говорит, что да нет, они там намного способны. Россия уже приняла достаточно, на мой взгляд, такие серьезные меры в ответ. Я пока не о военном прямо от противостояния. Хотя я не думал, что есть шансы остаться или закрепиться у ОСУ на этом клочке земли, на который они зашли. Но там больше таких внутриполитических сдвигов. Я не военный эксперт и не претендую на эту роль. Речь не о военном сейчас противостоянии. Мы будем военных вещей практически не касаться, чтобы зрители понимали, мы с вами не являемся кадровыми военными. Поэтому как два гражданских человека будем говорить о том, в чем мы разбираемся. Я сделал анализ разбора этой ситуации еще в середине 2023 года я говорил, что самые отчаянные поступки Зеленского будут означать ознаменовывать его уход. Это приблизительно как дворняга, загнанная в угол, даже голодная уставшая от жизни она бросается, потому что это ее последний шанс выжить. Нужно понимать, что Зеленский находится под постоянным страхом. Он безмолвно я сейчас давайте начнем с идеологической части, кто за этим стоит. Было заявление Зеленского о том, что правление Путина началось с подводной лодки Курски закончится Курском. Я обращаю ваше внимание на то, что Соединенные Штаты Америки не способны проводить такие параллели. Я говорю на полном серьезе. Я очень неплохо знаю политический бомонд Соединенных Штатов Америки и среди республиканцев и демократов. Я все-таки настаиваю на том, что интеллектуальный центр находится в Лондоне. И такую параллель смыслов способны проводить только британцы. Это лишний раз говорит о том, что за этой остакой стоит Великобритания. Это что касается идеологической парадигмы. Теперь перенесемся с точки зрения ВСУ. Я считаю, что это ВСУ лишь номинально по одной простой вещи. Эти люди были подготовлены на военных базах и военных лагерях Великобритании. Я думаю, что, скорее всего, их можно воспринимать как наемников Ми-6, которые носят военную форму Украины. Прекрасно зная методы, которыми пользуются специалисты, а надо отдать должное, у Британии невысочайшего уровня по перепрошивке людей. Я считаю, что это чистая операция под чужим флагом Великобритании для того, чтобы принудить А. Вот тут самое главное. Глобальный Запад сделал эту операцию исключительно с точки зрения военной цели вынудить Россию применить тактическое ядерное оружие. Я убежден и еще раз повторяю, цель всего этого бреда, который они творят, а это по-другому, как туда зашло 6-7 тысяч человек, из которых 60% не выйдут никогда. Я разговаривал и с офицерами со стороны Киева, и со стороны России. Со стороны России мне сказали страшную вещь. У нас тут сафари. Мне сказали такую вещь, что если россияне на плечах залетят к нам, у нас нечего им противопоставить. У нас нет на том направлении резервов, мы не рассчитывали даже. Поэтому мы все понимаем, что Россия со всеми ее минусами, плюсами обладает достаточным интеллектом, чтобы не играть в сценарий глобального Запада и не дать втянуть себя для того, чтобы лишить Соединенные Статы Америки монополии или клейма на то, что это единственная страна, использовавшая ядерное оружие в истории человечества. Я думаю, что Россия не поведется на эту провокацию. Второе, разумеется, разумеется, они попытались прощупать, существует ли вероятность расшатывания внутрироссийской ситуации. Потому что уже даже абсолютно упоротым русофобам понятно, что надо быть либо очень глупым, либо очень тупым человеком, чтобы верить, что в военном плане Россию можно победить. Об этом говорит, кстати, и не я, а кандидат в президенты США от республиканской партии, приводя в примеры доблестного Наполеона и бесчеловечного Гитлера. То есть это прямая цитата о том, что Россия победила Наполеона, Россия победила Гитлера, Россия победит и НАТО. Поэтому это говорит про западный абсолютно человек. Поэтому то, что происходит на сегодняшнем в Курске, на мой взгляд, будет очень дорого стоить Украине. Я думаю, что это полный карт-бланш действиям Российской Федерации по завершению этого момента. Дальше она может абсолютно игнорировать любые так называемые предупреждения, декларации, сделанные в Совбезе ООН или еще в какой-то международной организации. То есть как бы точка невозврата пройдена, господа. Я считаю, что платой за атаку на Курск будет Харьков. Это мое сугубо личное мнение. И обосновать это смогут с тем, что Харьков находится близко к границе Российской Федерации, и они не могут позволить себе оставить такой крупный промышленный военный центр близко к своим границам, понимая всю неадекватность и неспособность к выстраиванию каких-то договоренностей режима в Киеве, будь это сегодняшний или будь это следующий послесегодняшний, который однозначно будет согласован и предложен Западом. С Россией он может быть согласован, но предложен он будет Западом. Это тоже нужно розовые очки снимать и рассуждать с точки зрения реальных, категории реальных, а не придуманных. Есть другой подход к этому вопросу. Есть высказывания довольно серьезных специалистов западных военных, которые говорят, что в случае провала на Курске вполне вероятно, с вероятностью 75% атака на Крым. Что вторая часть этой группировки подготовленная на Западе, она как бы стягивается к Крыму для нанесения еще одного удара. Я так думаю, это будет крайне на что способен после уничтожения всего этого. Я думаю, что здесь плата для Киева будет еще более жесткая. Это Киев, это Одесса, Николаев. В принципе, для того, чтобы отрезать любую возможность использовать Черное море в качестве угрозы для России в Черном море. Ну, разумеется, никто не отменяет страны членами НАТО, Румунии, Болгарию, Турцию, но эти страны не настолько неадекватны, как киевский режим. Во-вторых, их главная гарантия безопасности это пятая поправка, а в случае, если они начинают, то пятая поправка не работает. Да, то есть, как бы, вот, приблизительно вкратце, ну, и я много, если вы помните, мы касались господина Дюмина в нашей прошлой передаче. Да-да, и он как-то снова вышел на одну из ключевых ролей в этом вопросе. Очень много уделяет ему внимания, потому что знаю почему. Вот, господин Дюмин, я хоспорожек после понимаю. Я об этом говорю с 22-го года, никто, многие не слышали, кто такой Дюмин, или забыли уже. Дюмин назначен руководить северным направлением, то есть, Курском. Я думаю, что к субботе, к воскресенью мы забудем об этом, и это перестанет быть историей. Почему я настолько уверен? Ну, потому что, в отличие от многих, точно знаю, кто это такой. А мы с вами относимся к такой культуре, где роль личности, она первостепенна. Мы не корпорация. Нам корпоративная культура не свойственна, хотя нам ее навязывают. Мы все-таки про роль личности. Мы не про роль корпорации, мы не про совет директоров. Для нас очень важно, кто стоит во главе, кто ведет, за кем идти и так далее. Этот запрос, он у нас ДНК. Всегда был, есть и будет, и это невозможно. Ну, украинцы попытались перепрошить, но, поверьте, критическая масса требующих мира после поражения в Курске и по другим направлениям, она... Август вообще будет переломным. Вообще, август — это всегда переломные моменты для Украины. В прошлом году, в августе, началось сокращение финансирования Украины. В этом году, я еще в марте месяце давал обзорный выпуск по Украине, где я сказал, что в августе месяце начнутся массовые протестные настроения, которые в сентябре уже будут подхвачены олигархическими группами, которые начнут их использовать для придания политического веса тем группам, которые они финансируют на следующих выборах в Верховную Раду. Зачем при этом всем цепляют Беларусь? Ну, на самом деле, у вас же единая система противовоздушной обороны, вы союзное государство, соответственно, в принципе, по сути, возможно, пытаются прощупать позицию Беларуси, не меняется ли она с течением времени, и связано это может быть с Западной Украиной. Я напоминаю, что именно президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко в свое время, дай бог памяти, цитирую, что «если кто-то сунется на Западную Украину, мы поможем братскому украинскому народу». Это было произнесено президентом Беларуси с намеком на то, на риторику Польши, о возможной ее заинтересованности и аннексии Западной Украины. Возможно, в контексте этого испытывается и так далее, испытывается и прощупывается позиция Беларуси, хотя, насколько я наблюдал, позиция Лукашенко очень твердая, жесткая и неизменная. Мы союзное государство, мы идем вместе и, соответственно, стягивание войск Беларуси к украинской границе вполне адекватное решение на те провокации, которые были осуществлены сконтролируемым Киевом территорию Украины. Вот так, чтобы было просто четко, чтобы не дать никому возможность интерпретации. Ну да, видите, но вместе с тем вот такие вот подергивания, что они называются, они постоянно происходят. Подвольте я вам, это будет, это конвульсии, это разные вещи. Мы должны понимать, что Курск и ряд других направлений, на которые не могут пойти, я, правда, им не завидую, потому что Дюмин будет опираться на совсем других людей. Дюмин будет опираться не на генералитет, Шойгу, а на боевых генералов. И эти ребята даже не понимают. Для Дюмина не существует Запада, как стороны, на которую следует смотреть. Для него вообще этого не существует, для него есть. Это, может быть, я утрирую, но культура опричненная, она на самом деле свойственна славянскому миру. Вот Дюмин это представитель той национальной элиты, которую Путин вводит и будет заменять весь политический класс, большинство из которых прямо или косвенно раньше, позже взаимодействовали с Западом и могут оказаться той слабой точкой, на которую можно надавить. Поэтому сейчас успех Дюмина это успех Путина и аргумент, почему политический класс должен уступить место национальной элите. Не столько даже важно то, что в военном плане происходит, а то, что происходит внутри политической структуры самой России. Это главнее, потому что действительно очень много людей, для которых не помню, кто так выразился, но очень мне нравится, для которых социум встает на Западе. и они живут в России, и они не связывают свое будущее с Россией, и дети их там, и семьи там, и так далее, и так далее. Это все до сих пор есть. Мы очень много уделяем внимания глобальному Западу и глобальному Югу. Я же считаю, в одном из своих анализов я сказал, что даже великие умы глобалистов или гегемонов, мы их можем не любить, но то, что это великие мыслители своей западной, антицивилизации. Это факт. Тот же Березинский, Киссинджер. Нужно отдать им должное. Эти люди имели широчайший горизонт стратегического планирования, и они были теми, кто писали сценарии на десятилетия. Мы жили по этим сценариям много-много десятилетий. Они разрушали нашу страну по своим планам, и у них это получилось. Знаете как? Врага ты можешь любить, но если он убен, уважать его ты обязан. Если ты не уважаешь умного врага, ты обречен на поражение. Слепая ненависть, как говорил Конфуция, если ты ненавидишь, значит тебя уже победили. Тут надо счет. Но они выстраивали все по треугольнику, по треугольнику Вашингтон, Пекин, Москва. И мне кажется, у них произошел огромный просчет, потому что они не взяли в учет растущую роль африканского континента и Ближнего Востока. Вот мне кажется, с точки зрения экономической, безусловно, Китай занимает огромное место в мире. С точки зрения источника смысла и символов, мне кажется, Иран на сегодняшний момент стоит на горлову многих ядерных сверхдержав и плюс к тому же является, наверное, единственным стратегическим союзником России в среднесрочном и долгосрочном периоде. И вот здесь появление термина глобальный Восток имеет такое сакральное значение, потому что это о следующих 50-80 годах. То есть это тот мир, который мы оставим своим детям и детям своих детей. Это нужно понимать. Так вот, что касается того, что будет происходить, ведь по сути сейчас все эти войны и на Ближнем Востоке и Восточной Европе это войны о степени влияния то ли иной империи в многополярном мире. Нужно не забывать, что выстраивание международного транспортного коридора север-юг проходит именно через Исламскую республику Иран. И именно в Исламской республике Иран в Панту Бандер-Абас будет выстраиваться нефтегазовый спотовый хав, который будет являть стратегическое глобальное значение. Поэтому сейчас задача глобального запада подорвать приобретение и усиление суверенитета вот по этой оси Тегеран, Москва, Пекин. Поэтому то, что сейчас происходит, я никогда не был особо оптимистичным, вы это знаете, я стараюсь быть максимальным. Если меня спросят, что происходит, я отвечу очень кратко. И на Ближнем Востоке через своего клиента Израиля, и на Восточной Европе через своего клиента Украину. Я считаю, что глобальный Запад проиграл военное противостояние. Категорически проиграл. Ни одна из заявленных целей ни Израилем, ни Украиной не достигнута и достигнута не будет. Это военная проигрыш. Стратегический, не тактическо-оперативный, а стратегический. С точки зрения информационной, если мы посмотрим с вами ситуацию на 22-й год и на 24-й, это абсолютно разные ситуации, геометрально противоположные. Я считаю, что и на Ближнем Востоке, и в Восточной Европе информационно Запад проиграл. Проиграл, и этот проигрыш будет только усиливаться. Остается единственный крайний бой, и он трудный самый, мы с вами помним, это идеологическая война. Вот сейчас начинается война смыслов. И вот тут очень много зависит от экспертов, от философов, от мыслителей, которые должны предложить новые смыслы, которые должны быть не просто конкурентоспособны с тем античеловеческим античеловеческим античеловеческой риторикой глобального Запада, но должны быть настолько привлекательны, чтобы даже на глобальном Западе огромное количество людей обратило на них внимание и стало задумываться, а не пора ли нам идти в другую сторону, потому что то, куда нас ведут, это дорога в никуда. Я ее наставаю бесконечным тупиком, когда каждый следующий шаг только усугубляет сложившуюся ситуацию. Вот, как-то так. Ну, этим смыслом может быть, знаете, антисмысл, потому что, ну, даже взять вот Олимпиаду последнюю в Париже. По-разному все оценивают, но, как ни крути, оскорбились очень многие люди на планете. Понимаете, мы же не оскорбились, мне кажется, это неправильная риторика, мы оскорбились, нас оскорбили, они вытерли ноги об наши ценности, делая это осознанно. Ну, я не верю в такие совпадения. Когда мне пытаются объяснить, что они чего-то не учли, ребята, мы должны понимать, что Франция это вотчина Ротшильда. Если кто-то думает, что что-то происходит в мнении Ротшильда без того, чтобы было получено высочайшее разрешение, он очень наивный человек и не знает, как это устроено. Мне кажется, что Олимпийские игры во Франции с одной стороны стали я говорил об этом еще в мае месяце, когда Макрон заявил о внеочередных выборах, что эта Олимпиада будет национальным позором Франции. Именно так и произошло. А я как раз давал очень много интервью, и все удивлялись, почему я настолько уверен. Я говорю, вы до конца не понимаете уровень и степень деградации Франции. Но, например, если в 1975 году только 23% французов считали, что гомосексуальное проявление является нормой, то в 2022 уже 84%. То есть это вопрос как раз о ценностях и смыслах, которые заложены. Или антисмысл. Нужно понимать, что и Всемирная Организация Здравоохранения, и Всемирная Организация Торговли, и Олимпийские Игры, это все части одного пазла, который мы называем Бреттенбудская система. То есть это та система, на которой выстроена последние 80 лет гемония Запада с центром финансовым в Вашингтоне и с интеллектуальным в Лондоне. И уже политически он как бы так размыт в зависимости от ситуации и континента, где это происходит. Это либо Лондон, либо США, либо оба вместе и так далее. Поэтому Олимпийские Игры показали, что точка невозврата по обрушению Бреттенбудской системы, она пройдена. И я в то время, как масса людей возмущались, я увидел в этом очень позитивный момент. Они не дали четкие визуальные смысловые доказательства окончания Бреттенбудской системы, потому что взамен они ничего предложить не могут. И они в этом расписываются. У них нечего предложить. Они единственное, что пытаются предложить, как пишет Юваль Ной Харари, глубоко неуважаемый мной человек, но, безусловно, умнейший мыслитель глобального запада, заместитель доктора Шваба из Всемирного экономического порта. Его книга «Краткая история будущего» посвящена человеку-богу. Я сейчас ее расшифровываю как раз. Работаю крайние три месяца, потому что очень тяжелые послания. На самом деле это не книга с содержанием. Это послание тем, кто может расшифровать приглашение мыслителей, экспертов и философов к ним для того, чтобы возможно получить право стать человеком-богом в новой религии. На мой взгляд, то, что они творили 26 июля на открытии Французской Олимпиады в Париже и на закрытии, кстати, 11 августа, это попытка дискредитации и подрыва мировых религий с целью создания новой религии, где они будут что-то вроде, вы уж меня простите за метафоризм, что-то вроде фараона в Египте, когда фараон одновременно был и царем, и богом. Вот мне кажется, что подготовка к новой религии, она идет полным ходом, и я категорически не согласен со всеми, кто говорит о том, что нужно создавать антизапад или антиценности или антисмыслы. Я считаю, что если идти в сценарий глобального запада, то ты в этом сценарии всего лишь актер, вопрос лишь главной роли второстепенной или массовки. Я считаю, что славянская цивилизация обладает достаточным интеллектуальным потенциалом для выработки своих сценариев, которые никак не должны пересекаться с сценарием глобального запада. Это глобальный запад должен хотеть интегрироваться в наши сценарии, а не мы по-прежнему на мышечной памяти вспоминать свою колониальную зависимость должны думать, а понравится ли западу, а как мы интегрируемся в его сценарий. Да плевать. После того, как они залили кровью половину земного шара, смотреть на них, но это не совсем более того, глобальный запад очень сильно именно этого и боится. Он боится альтернативных предложений, он боится альтернативных смыслов, потому что его смыслы настолько слабы и настолько античеловечны, что если предложить альтернативу, которая является самостоятельной, она является самодостаточной, то запад не сможет ничего отреагировать. Во-первых, после Бзержинского и Киссинджера там особо никого не осталось, нужно тоже я не кричу, что Запад завтра рухнет, но уровень экспертного сообщества, уровень философов Запада, ну они же говорят только о крови, это какие-то, ну на мой взгляд, ненасытные какие-то, нациствующие. Я считаю, что все, кто рассказывает о мощи Запада, они до конца не понимают, о чем они говорят. Мы говорим о том, что было когда-то, пытаясь это перенести в настоящее будущее, но силы Запада нет. Кто мог представить, что тот же Китай будет распродавать госдолг США с такой скоростью? Кто мог представить, что Россия вспомнит, что такое суверенитет? Кто мог представить, что Иран, несмотря на все угрозы, санкции, абсолютно террористические действия с нарушением его суверенитета и так далее, сможет восстать и сказать, нет, у нас есть свои национальные интересы, и мы никогда не будем торговать своими? Кто мог представить, что Йемен сможет поставить на колени все НАТО и всю группировку, которые там возглавляют адмиралы и так далее? Ну, тут вообще интересная ситуация. как Британия подставляет США, пытаясь взять реванш за 1944-1945 год, когда она потеряла свой статус, когда Британия кричала больше всех о создании антиеменской группировки, а потом не приехала на войну. Сказала, что у нее проблемы с кадровым составом морских офицеров, да и вообще корабль не заводится, поэтому мы остаемся дома, мы остаемся у себя на острове. То есть, вот если внимательно все, кто мог посмотреть, кто мог представить еще 3-4 года назад, что Ирак будет требовать вывода американского контингента, который находится там незаконно. Кто мог представить, что Шейк Аль-Хафир, возглавляет армию племен, будет объявить войну силам демократического сопротивления, которые не демократические силы и несопротивления, а являются, грубо говоря, наемниками Центрального разведывательного управления, что заявил о том, что они будут их вытеснять занятыми сирийскими территориями, в том числе и в провинции Дар-Эзер, где находятся и американские контингенты. Они будут говорить об этом в открытую, и они начали уже военные боевые действия по этому вопросу. Кто мог представить, что президент Демократической Республики Конго на Африканском Союзе будет требовать вывода всех военных контингентов стран-членов НАТО с Африканского континента? Кто мог представить о том, что Мали и Нигер выдавят и Буркина-Фасо все иностранные войска, кстати, из Мали были выведены, по-моему, позавчера, буквально на этой неделе спустили флаги и так далее? Да, кто мог представить, что Мали и Нигер разорвут дипломатические отношения с Украиной и обвинят их в финансировании и подготовке террористических групп в регионе Сахеля? Ведь на самом деле мы с вами переживаем тектонические сдвиги геополитические. И если бы Запад 30 лет назад мог одновременно вести войну на нескольких направлениях, на нескольких, даже 10, если не очень крупных. Сейчас, если мы с вами посмотрим Ближний Восток, сектор Газа, Ливан, Хезбалла, Украина, они не справляются, они проигрывают везде. Посмотрите, Израиль живет в постоянной панике. Израиль практически расписался в преступлениях против человечности, кадры, которые облетели весь мир, с изнасилованиями, надругательством, надпленными, заложниками, которые находятся без предъявления всяких объявлений в тюрьмах. Это же просто какой-то Освенцим 21-го столетия. Вы меня, конечно, извините. А это как бы плацдарм глобального Запада по дестабилизации Ближнего Востока. Поэтому, мне кажется, глобальный Запад проигрывает. Вопрос, сможет ли глобальный Восток выиграть самую важную войну, войну смыслов и идеологии. Потому что проиграв идеологически, победа в войне, она становится вторичной и третичной. В качестве критиков, которые будут критиковать нас с вами, я напомню нашу победу в величайшем противостоянии по спасению человечества Великая Отечественная война. Ведь мы в ней победили, но мы проиграли идеологически. И чем это закончилось? Исчезновением Советского Союза. Вот что такое идеологическое противостояние и недооценивать его, это означает проявлять недальновидность. Действительно славянская цивилизация способна выработать, мне кажется, процесс-то идет, может, не всегда заметно. Новую повестку, если хотите, в том числе и для людей, которые живут на глобальном Западе, как сейчас модно выражаться. Ну, и будем смотреть за развитием событий. Спасибо вам огромное, Сергей, за этот разговор. Пламенный привет близкой, братской Беларуси. Редактор субтитров Редактор субтитров